всем привет рада приветствовать вас на своем канале вязать легко и просто сегодня хочу показать вам как связать вот такой шикарный узор это сетка она напоминает соты посмотрите узор достаточно объемный такой рельефный вот так он выглядит с изнаночной стороны вот так с лицевой вязала и образцы из мерсеризированного хлопка с метражом 50 граммах 105 метров ниточка достаточно тоненькая спицы номер три с половиной а узор достаточно такой плотники получается вяжется он достаточно просто раппорт узора 3 петли 4 ряда для вязания образца поворотными рядами необходимо набрать количество петель кратное 3 плюс 2 кромочные петли плюс 1 петля для симметрии также этот узор вяжется и по кругу для вязания по кругу необходимо набрать количество петель кратное просто трем во всех четных рядах по кругу мы все петельки провязываем лицевыми и так давайте наберем для образца так я наберу 12 петель на 3 раппорта плюс 1 для симметрии плюс 2 кромочные наберу 15 петель набирая обычным способом если вы вяжете начало изделия до начинаете вернее начала изделия провязывать я рекомендую провязать в первые два ряда лицевой гладью если у вас например резиночка дата сразу переходите к узору а если вот хотите узором прям начать то давайте сначала провяжем два ряда установочных они будут нас ли нулевые мы считай далее не будем это кромочную сняли и все петли провязываем лицевыми петельками край не закручивается в этом узоре это очень удобно провязали кромочную провязываем последнюю изнаночной первый ряд установочные мы провязали второй ряд во втором ряду мы провяжем все петли изнаночными кромочную сняли все петельки провязываем изнаночными так провязали второй установочный ряд и переходим уже к вязанию основного узора и так обнуляем ряды первый ряд узора итак начинаем с вами первые две петельки мы провязываем вместе лицевой петлей с наклоном влево у меня уже лицевые стоят левой стенкой поэтому я провязываю 2 лицевые петли вместе лицевой с наклоном влево провязала и тут внимание смотрите первую петельку я снимаю провязанную а вторую я оставляю на левой спице далее я ее подхватываю и разворачиваю эту петлю и следующую правой стенкой к нам возвращаем на место провязываем их уже вместе лицевой но уже с наклоном вправо провязали делаем накид мы провязали с вами раппорт повторяем и так две петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево далее внимание вот эту петельку надо первую снимаем вторую оставляем на левой спице далее подхватываем ее вот таким образом и последующую разворачивая правой стенкой к нам возвращаем на левую спицу и провязываем вместе лицевой петлей с наклоном вправо делаем накид и вот таким образом мы продолжаем сами до конца ряда сейчас вам покажу побыстрее на самом деле это очень просто провязывать провязали накид и повторяем 2 вместе лицевой с наклоном влево далее разворачиваем две петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо накид и эта петля у нас вот последняя для симметрии мы провязываем лицевой провязали кромочную провязываем изнаночной провязали первый ряд раппорта второй ряд кромочную снимаем все петли провязываем изнаночные при круговом вязании четные ряды вы все петли провязываете лицевыми здесь у нас все петельки изнаночные накидом и провязываем изнаночными чтобы у нас образовывалась . все кромочную так изнаночной провязали второй ряд переходим к третьему ряду и так кромочную мы снимаем далее сначала мы провяжем с вами петлю для симметрии 1 нас лицевая и далее переходим уже к рапорту делаем накид далее 2 вместе лицевой с наклоном влево далее первую снимаем провязанную вторую оставляем разворачиваем эту петлю с последующей правой стенкой к нам и провязываем их вместе лицевой с наклоном вправо видите у нас уже образовалась такая вот сота напоминает соту все повторяем раппорт накид 2 вместе лицевой с наклоном влево не снимая вторую петельку провязанную разворачиваем с последующей петлей правой стенкой к нам провязываем вместе лицевой с наклоном вправо накид повторяем опять вместе лицевой с наклоном влево разворачиваем далее еще правой стеночкой 2 вместе лицевой с наклоном вправо и вот таким образом мы с вами продолжаем провязывать до конца ряда необходимое количество раппортов не уже последний вот таким образом и кромочную провязываем изнаночной провязали третий ряд и четвертый ряд опять вновь четный ряд все петли провязываем изнаночными все провязали четвертый ряд и мы провязали с вами раппорт высоту далее повторяем с первого по четвертый ряд на необходимую нам высоту как видите узор достаточно простой но смотрится он шикарно отлично подойдет для вязания летних изделий топов маек можно даже сделать какой-то легкий кардеган можно палантин связать вяжется он очень просто крайне закручивается выглядит он очень красиво на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях всем всего доброго ровных 7 петелек